Николай Лейкин. В день Рождества. «Ну, кажется, что теперь я уже всех отделил денежной милостью. Можно сесть за стол, выпить рюмочку водочки и закусить гуськом», — сказал после полудня рождественского дня небогатый купец Бережков. «Только разве священники из прихода придут? А то все были, поздравили с праздником и взяли деньги». «Просковья Ивановна, велика подавать гусь на стол», — крикнул он жене. «Миша, Сеня, Аннушка, идите гуси есть». «А гусь сегодня важный. Что твой Боров?» — прибавил он, садясь за стол. «Ну-ка, Господи, благослови!» Купец рюмку водки выпил и хлебцем закусил. «Полотеры там, в кухне, пришли и с праздником поздравляют», — доложила кухарка, подавая на стол гуся. «Как полотеры и с праздником? Да ведь я сейчас дал полтину серебра полотерам», — воскликнул купец. «Гони их вон! Что за музыка?» «Я и говорила им, да не идут-с. Мы, говорят, настоящие полотеры, а то у вас были ненастоящие». «Как ненастоящие! Я сам собственноручно отдал двум мужикам полтинник». Хозяин вскочил из-за стола и бросился в кухню. Дети высыпали за ним. «Желаем здравствовать вашему степенству», — кланялись два мужика. «С праздником! Мы полотеры». «У меня, други любезные, полотеры были уже, и я им дал праздничные». «То были, сударь, те, которые у вас прежде полы натирали, а мы натираем теперь. Извольте хоть у кухарки спросить. Тоже и младенцы ваши скажут. Они ангельские души и врать не станут. Мы при них с мастикой да со щетками старались, ковры вытряхали». «Однако вчера у нас были другие полотеры, и я их сам видел», — упирался хозяин. «Это точно, вчера были другие, потому нам было некогда, и мы у полковницы натирали», — согласился рожебородый мужик. «А только в остальное время всегда мы у вас натираем. Хоть икону снять, так мы... Зачем же нашим праздничным деньгам пропадать? Да неужели, сударь, вы меня не помните? Я еще колпак у вашей лампы в гостиной разбил, а вы меня ругали рыжим псом и анафемой». «А-а-а, теперь-то я помню. Так ты у меня лампу разбил и на чай просишь». «Эх, сударь, да ведь стекло-то хрупкое. Не я так другой кто-нибудь разбил бы. Уж стекло на то оно и стекло. А только мы полутеры настоящие». Хозяин пожал плечами и дал полтинник, а через минуту сидел за столом и разрезал на части гуся. «Над будет теперь вторую рюмку водки выпить», — говорил он, — «а то давеча выпил и не успел закусить. Просковья Ивановна, налей-ка мне тюречек, руки-то у меня заняты». «Вот так. Ох, какая злая водка. Ну, теперь гуськом». Хозяин положил себе на тарелку кусок гуся и хотел есть, но в это время опять появилась кухарка. «Трубочисты там пришли и вас с праздником поздравляют». «Ах, про трубочистов-то я и забыл. Постой, а те ли это, что у нас трубы чистят? Надо будет посмотреть, а то опять каким-нибудь ненастоящим деньги дашь». Хозяин опять выскочил в кухню и отделил трубочистов по двугривенному. «Ну, теперь, кажется, всех отделил, и можно за гусь приняться», — сказал он, садясь за стол. «Одно вот, что водку надо пить опять сначала. Гусь только тогда и хорош, когда ешь его сейчас после выпитой водки. А страсть, как я люблю, и эту гусятину, никакого кушания мне не надо. Ну-ка, Господи, благослови». «Ах, вот так водка! Огонь! Первую я выпил за себя, вторую за тебя, Прасковья Ивановна, а третью за детей. Теперь закушу гуськом». Хозяин отрезал кусочек гуся и хотел только положить его себе в рот, как на пороге опять стояла кухарка. «Там мусорщики пришли и вас с праздником поздравляют», — сказала она. «Какие мусорщики? Что мне за дело до мусорщиков? Никаких я мусорщиков не знаю. Это дело домового хозяина, чтобы им на чай давать», — кричал хозяин. «Гони их вон! Гони их вон! Или стой! Я сам выгоню». «Это, господа, ни на что не похоже», — горячился он, выйдя в кухню. «Идите поздравлять с праздником домового хозяина, управляющего, а я жилец, и мне до вас нет никакого дела». «Так жильцу отсюда ли дело?» — отвечали, кланяясь мужики. «Ведь жилец-то мусор-то делает, а мы его свозим со двора, стараемся. За что ж, помилуйте, мы вон нюхаем, коль нам на чай не получить?» «Без разговоров! Вон отсюда!» — топал ногами хозяин. «Эх, ваше степенство! Неужто вам по пятиалтынному-то нам жаль дать? А еще обстоятельный купец!» — стояли на своем мусорщике. Хозяин подумал, крякнул, почесал затылок и дал два пятиалтынных. «Это черт знает, что такое!» — говорил он в столовой. «Так, я люблю гуся, столько времени его ждал, и не дадут проглотить куска. Ну вот, опять надо пить водку сначала». «Просковья Ивановна, положи-ка ты мне другой кусок гуся, этот уж остыл на тарелке. Вот вонжу в себя рюмочку и...» Ну, хозяину не дали и рюмочки вонзить. В это время у парадных дверей раздался пронзительный звонок. Дети бросились отворять. У дверей шли переговоры. «Удоложите, что приехали приходские певчи и желают Христа отславить!» — ревел чей-то бас. «Дома нет! Дома нет!» — шептал детям из столовой хозяин. «Папаши дома нет!» — отвечали дети. «Все равно. Коли папаши нет, то мы и при мамаши пропоем». «И мамаши нет!» — кричала кухарка, но было уже поздно. Половина певчих пробралась через грязный ход и лезла в комнаты. Дисканты и альты сбрасывали с себя в передней шинели. Басы откашливались. Отворилась дверь с парадной лестницы, и оттуда посыпали певчие. «Извините, маленькое недоразумение тут вышло», — говорил регенту хозяин, доставая пятирублевку из бумажника. «Ничегост, что делать? Мы и при недоразумении споем». В зале раздалось пение «Христос рождается», «Дева днись», а потом «Многое лето». Вскоре певчие кончили. Регенту вручили синенькую. «Зазяблемый хозяюшка, вишь мороз-то какой! Дозволь нам спиртной сыростью ради голоса глотк промочить!» — говорили басы, заглядывая в столовую. «Сделайте одолжение, пожалуйста. Вот и закуска есть. Сыр, масло, гусь», — отвечала хозяйка. «Господа, господа, ну как вам не стыдно?» — усовещивал пьяных певчих регент. «У великий праздник стыда нет. Тут даже с распутия странных людей зовут и упитывают яствами. А мы — странные люди не с распутия, а из их ж прихода», — отвечали певчие и вошли в столовую. Зазвенели рюмки. Кому не хватало рюмки, пили из стакана, чавкали губы. Графина с водкой не хватило, и хозяйка поставила на стол четвертную бутыль в корзинке. Альты и дисконты тащили с блюда кто крыло, кто ногу гуся. Через десять минут певчие опустошили стол и ушли. «Ну, слава богу, ушли. Теперь я гуська. Никаких ванильных баламанжеев мне не надо, а только дай гуся», — говорил хозяин. «Только поди уж остыл он. Просковь Ивановна, вели-ка подогреть гуся». «Да что подогревать-то? Певчие все до капельки съели», — отвечает жена. «Какой-то маленький мальчик даже остов с собой утащил». «Как утащил? Как все съели?» — воскликнул хозяин. «Вот тебе и гусь». «Картина». Надгробный мавзолей В трактире средней руки орган играет из пророка и то и дело фальшивит подпорченным валом. Там, где требуются трубы, нет-нет, и раздается сначала свист, а потом шипение. У окна за столом молодой купец в бриллиантовом перстне на указательном пальце ест селянку. Направо и налево от него помещаются за отдельными столами две группы. Они пьют водку и закусывают кислой капустой. Группы не отличаются свежестью и новомодностью костюмов. Виднеются порыжелые пиджаки, пальто, потертые по швам, на шеях намотаны шарфы. От одной группы доносится возглас. — Кажется, я ему уж достаточно в русском мире нос утер. В другой кто-то ораторствует. — Что мне, Острекалов, мне с ним не детей хрестить. Меня сам Шталь на художественный клуб звал хорошие роли играть. Купец ест и в полголоса разговаривает со служителем, стоящим перед ним в почтительной позе с салфеткой под мышкой и слегка наклонившись корпусом вперед. — Я не с вашего прихода, мы в другом месте торгуем. Но зашел сюда нарочно, потому что мне сказывали, что у вас здесь сочинители водятся, — говорит купец. — Водятся-с, это точно-с, и даже в большом количестве, — отвечает служитель. — Еньте, что ли? — указывает купец. — Нет-с, это актеры. А вон направо, что лица-то красные, те сочинители. — Настоящие актеры? Не совсем настоящие, но что угодно могут изобразить. И танцы, и пение. Они по клубам играются. Они теперь с сочинителями не сходятся, так как у них на меднее большое разногласие вышло, кому за водку платить. Сочинители свою гордость чувствуют и требуют, чтобы их актеры угощали. А актеры считают себя выше и говорят, — Нас угощайте, потому мы вам театральные билеты даем. — Ну, мне актеров-то не надо. А сочинители у вас что сочиняют? По какому сорту? — Да разные-с. У кого, ежели помойная яма не в порядке, или, к примеру, таракан на тарелки попадется, так про таракана. Вот этот крупный-то про одного лобазника писал, что у него жена с доктором сбежала. И очень чувствительно сочинил, а лобазника осетром назвал. — А стихи они сочинять могут? — Что угодно могут-с. На то сочинители и тем живут. Критику ежели насчет тротуара. — А не больные в разговоре-то? — допытывался купец. — Ежели их амбицию не задевать, то ничего. — Раз как-то, впрочем, дверь у нас с петлей сорвали. — А можно с ними поговорить-то по одному делу? — Сколько угодно-с. — В таком разе позови-ка ко мне вот этого, что покрупнее. Купец, мол, желает познакомиться по сочинительской части насчет описания. Через минуту сочинитель крякнул, плюнул и подошел к столу купца. — Извините, пожалуйста, что тревогу сделал. — Купец Родион Михайлов-Банкин, — отрекомендовался купец. — Наслышаны об ваших критиках. Прошу покорно садиться. Чем просить прикажете? — Все пью, кроме скипидара и крепкой водки, — отвечал сочинитель и сел. — Молодец. Изобрази-ка пару двуспальных рюмочек коньяку и на закуску два рака, — крикнул купец. — Вот видите, в чем дело, — начал купец. Задумали мы наши мамаши надгробный мавзолей отчеканить, так как они уже с весны в бозе кончину смерти приявшей обретаются. — Мамаши у нас добрые были, и никогда мы от них даже ручного избиения на себе не видали, а не токма, чтобы женским орудием вроде ухвата. — Если вы по рынку променаж делать будете, то и по сейчас увидите на лавке вывеску. Продажа пуху, полупуху, щетиной и шерсти, купчихи банкиной. Так это они самые есть. Им и мавзолей в безвременной кончине. Пожалуйте по рюмочке и рычком. Сочинители купец выпили. — Вы памятник вашей матери желаете ставить? — Ну, а я-то тут при чем? — спросил сочинитель и крякнул. — А чтобы чувствительные стихи на мавзолее, — отвечал купец, — только послезливее, а за деньгами мы не постоим. — Ну, это мы можем. — Ну, вот и чудесно. Но главное нам так, чтобы этими стихами купчихи гвоздевой нос утереть. Изволите ли видеть, рядом с мамашей купчиха гвоздева в погребении лежит? — Так вот, чтобы ей и ейному мужу в пику, так как он в живности обретается и большое головное воображение о себе имеет. — Услужающий, велей брызнуть еще пару коньячку. Так, может, сейчас? — Ну, чего ж не мочь. Мы во всякое время обязаны, — отвечал сочинитель. — Вдруг на улице драка, садись и пиши. Потребовали бумаги. Сочинитель погрыз карандаш, подумал, написал и прочел. — Под камнем мать лежит, умершая во цвете лет, а сына вопль над ней дрожит, добрее агнца ее нет. Она мне скорбь не причиняла и лишь советы подавала, а пред могилой стоит сын, и в сердце его горе клин. — Ну что, хорошо так будет, — спросил сочинитель. — Да хорошо-то хорошо, только не совсем в правильную жилу попали. У вас написано там «под камнем», а они будут лежать под мрамором. Опять же, умершая во цвете лет, а маменька приняли в Бозе кончину смерти на шестьдесят третьем году. Опять же, в сих стихах, хотя слеза и есть, но пики для купчихи Гвоздевой нет, а я ей тем и хочу нос утереть, что она жена мундирного купца и лежит под камнем, а наша маменька под мрамором. Поняли? Сочинитель вспылил. — Однако же я не могу обругать лежащую рядом покойницу, — крикнул он. — Да и вас самих за эти стихи, знаете куда? Купец слегка струсил. — Я вас прошу так, чтобы из-под политики маленькое забаскальство, — пояснил он. — На то вы и сочинитель. Ежели бы вы, господин, только знали, что это за пронзительная женщина была купчиха Гвоздева. Теперь, че бывало еще при живности, сойдутся они с маменькой в бане. И как только маменьки себе голову намылят, купчиха Гвоздева, сейчас их из шайки ключевым кипятком по телу. Маменька взвоет от боли, а Гвоздева в хохот. А муж ей на еще хуже. Во-первых, он три раза банкрутился, а во-вторых, стоим мы это ночь на кладбище, он около своей могилы, а я около своей. И вдруг он кивает на меня и говорит такие каламбуры. — Таким, — говорит, — купцам, как Банкин, я завсегда по трактирам физиономию горчицей мажу. Это про меня-то, да при всей публике. Срам. Заступитесь, господин сочинитель. Сочинитель задумался и почесал затылок. — Знаете что? — сказал он. — Здесь неловко. Пойдемте в отдельную комнату, там и сообразим. — Сделайте одолжение, — отвечал купец и крикнул. — Мальчик, перенеси всю эту съедобную музыку в отдельную коморку. Купец и сочинитель поплелись вон из комнаты. Уха. Дело было перед Рождеством. — Что, Федор Иванович, как бы-нибудь нам собраться в Малый Ярославец, на лимьей ухи похлебать, да срастягаем в прикуску, — говорил, стоя на пороге своей опраксинской лавки, купец Иван Сидоров-Граблюхин. — Стряпала у меня баба и дома, да все не тот клинкор выходит. — О, так чего ж зевать-то, — отвечал сосед. — Дело хорошее, и я согласен. Едем сегодня. Не откладывай же стать до святок. Но не дни постные, а ухой только по постам и греться. На праздниках уж и не ухи, а рассольника с гусиными потрохами захочется. — Только что ж мы вдвоем-то друг другу глаза ковырять будем? Надо пригласить и Семен Захарова. Втроем поваднее, да к тому же бог и троицу любит. Пригласили Семена Захарова. — Отчего не похлебать, — отозвался тот. — Только, господа, чтобы чинно и благообразно, а главное, чтобы денежной требухой насчет побочной выпивки не шалить. Потому дело хоть и к празднику, а насчет торговли чертям в свайку в лавке играть в пору, до того пусто. — Ну вот, учи еще, — успокаивали его соседи. — А кроме налимьи и ухи срастегаем и пару собачек забалую российского, ни-ни, разве потом сверху бутылкой певца польем, да и баста. А чтоб брызгать иностранным виноделием, не боже мой. И к празднику-то тоже расходы какие предстоят страсть. В гильдию внеси, прислуга дари, жену обреди, протопопу дай, а брюшной провиант, а мелкая челядь, что праздничных денег высосет. Да что там, всего и не перечтешь. А свинин-то нынче почем, гусям приспу нет, так тебя выпотрошат на сеной, что хоть левой ногой затылок чеши. — То-то, господа, похлебаем ушки да и шабаш, а коли хмельную музыку заводить, то я не согласен. Адье с бонжуром. — Да чего ты сумлеваешься, мы просто за каждую заморскую пробку штраф положим. Как кто спросит, булавную бутылку, сейчас и плати товарищам по паре канареечных. Одно слово, чтоб экономия самая политическая. — В таком разе я согласен. Едемте. Купцы вышли на Садовую улицу и начали нанимать извозчика в Малый Ярославец. Первый просил строих двугривенный, а они давали пятиалтынный. Второй, третий и четвертый — то же самое. У гостинно-дворской часовни наконец наняли и приехали в Малый Ярославец. — Господа, главное, господа, чтобы все солидарно и с политической экономией, — твердил Семен Захаров, подымаясь по лестнице трактира. У буфета выпили по первой собачке горностаю и стали смотреть карту кушаней. — Да что тут по налиме и ухе ложкой бить, — сказал Иван Сидоров. — Уж ежели тешит мамон, то тешит стерляжьей ухой. Разница в цене плевая. — Какое плевое? Больше, чем на рубль, — ужаснулись товарищи. — Ну вот что, — прибавили они. — Уж ежели стерляжьей ухой баловаться, то будет довольно и двух порций на троих. Дело передпраздничное, а с поросенком-то, но не хоть дерись из-за цены. Заказали две порции. Выпили по второй, по третьей собачке и приступили к четвертой. — А штраф? — напомнил Семен Захаров. — Штраф только за иностранное баловство, а это наше, российское. Так и уговор был, — откликнулся Федор Иванов. С стерляжью уху купцы начали хлебать только после пятой и уже изрядно захмелевшие. — Ох, важно! — потирал с наслаждением живот Иван Сидоров. — Кажись, ежели бы не тугие времена, каждый бы день телеса свои на стерляжьи ухе воспитывал. А то сунься к ноне, к окорку-то. — Ежели каждый день, то с утра бы не совладаешь. Сейчас ребра щемить начнет, потому как жирна она очень, — возразил Федор Иванов. — Истина, что жирна. У меня вот уж и теперь свербление под ложечкой началось. — Знаете что, братцы, не садануть ли нам по лампадочке коньяку? Как рукой снимет? — Иностранное булавство. — Штраф! — воскликнули в один голос товарищи. Иван Сидоров махнул рукой. — Какое иностранное! Да что вы! Этот самый коньяк братья Елисеева у себя в подвале варит. — Принеси к молодец нам по коньячкам, — прибавил он. — Только смотри двуспального калибра. — А знаете что, ребята? — воскликнул Федор Иванов. — Ведь и английский портер русского ремесла. Мне один дурдинский заправил и рассказывал, что они с завода страсть, сколько его в иностранные погреба возят. — Так уж чем на пиве мотаться, потребуем-ка английского портеру. — А тот предмет, чтобы экономию политичную соблюдать, — напомнил Семен Захаров. — Да тут экономия и выйдет. Пиво полдюжины требовать надо, а с портером и на одной бутылке проедемся, разница большой не состоит. — Ну, жарь, бык тебя заклюй, — согласились товарищи. Выпили бутылку портеру. — Словно бельмо она, окаянная, в единственном виде торчит, — сказал заплетающимся языком Иван Сидоров, указывая на бутылку. — Надо ей супруга под пару поставить. Чего ей в холостом-то ведь мотаться? — Эй, молодец, возобнови к нам портерный паспорт. Выпили вторую. — Ну уж и пару ребёночков для сих согласных супругов требуется, — откликнулся Семен Захаров. — Надо им пару полбутылок подставить. — Эй, прослуживающий, наколи к пару половинных детей для господ Портеровых. — А политичная экономия? — в свою очередь напомнили ему товарищи. — А ну и к чёрту под подкладку. Да троим на двух бутылках и рассчитываться трудно. Такая финансовая бухгалтерия выйдет, что и сам Ломанский не разберёт. — Тащи, чего рот-то разинул, — пугнул он служителя. Через полчаса купцы были уже совсем пьяны. — Белоголовые шипучки, — кричал Иван Сидоров. — Штраф. Иностранное баловство начинается. — Врёшь. Сказано, чтобы этот самый налог на бутылку был, а я пару полубутылок требую. Значит, у нас та юридическая механика, что отчаливайте. Понял? — Он шалишь. Уговорный закон был, чтоб за пробку. А про бутылку ничего не сказано. Потому получите касацию с нашей стороны и деньги на бочку. — А ты думаешь, и не отдадим? Да нате! Получайте по два рубля на рыло! Вошёл в азарт Иван Сидоров и выкинул товарищем четыре рубля. Охолостили бутылку шампанского и в конец осавели. — Уж кутить так кутить! И шо бутылку? — заорал Фёдор Иванов и беспрекословно отдал товарищем по два рубля. — А я что, за обсевок в поле? — крикнул Семён Захаров. — Нищие, чтоб чужим пользоваться. Получите из меня травяную сконарейщиной. Купцы разменялись штрафами, но вино уже не лезло более в глотку. Через несколько времени они, придерживаясь за перила, спустились из трактира вниз по лестнице и, выйдя на улицу, кричали. — Извозчик в зимний сад два двухгривенчика положьте, — процедил сквозь зубы извозчик. — Нет, брат, политическую экономию держим, — бормотал Семён Захаров. — Двухгривенный за три гривенчика садитесь. Купцы начали садиться в сани, но втроём не умещались. — В таком разе я верхом, — сказал Фёдор Иванов и полез на лошадь. — Безобразно, господин купец, бросьте, — уговаривал его извозчик. — Врёшь. Кирасиры же ездят, так и нам по конному привыкать надо. Может, и меня в солдаты. — Федя, Федя, держи себя солидарно, — цедили сквозь зубы товарищи. — Я и то в солидарном виде, — крякнул Фёдор Иванов, задел ногой за оглоблю и растянулся навзничь на тротуаре. — Вот ты куха! — Сказали в один голос Иван Фёдоров и Семён Захаров. Начали подымать товарища и сами упали на него. К ним подошёл городовой.